Хозяйственное мыло наиболее близко по своему составу к древним сортам щелочного мыла, которым издавна пользовались в домашних хозяйствах наши предки. Древнее мыло делалось еще в Вавилоне и Шумере из животных жиров, выплавляемых над костром, которые смешивались с древесной зылой, природным источником щелочи. Современное хозяйственное мыло не содержит порошков искусственных красителей, ароматических добавок и является экологически чистым продуктом. Хозяйственное мыло характеризуется содержанием жирных кислот не более 65% и 72%, поэтому на кусках мыла встречаются эти цифры. Жирные кислоты имеют натуральное происхождение и содержатся в жирах, маслах и восках растительного и животного происхождения. В нашей стране для изготовления хозяйственного мыла, как правило, используются животные жиры, однако это не обязательно. Например, в Индонезии для изготовления хозяйственного мыла широко применяют пальмовое масло. Хозяйственное мыло уникально в своей универсальности, ведь оно способно заменить множество чистящих, моющих и даже лекарственных средств. В старину рекомендовали вешать хозяйственное мыло на деревьях, чтобы отгонять насекомых вредителей и их личинок. Еще один интересный факт о хозяйственном мыле. Кусок хозяйственного мыла под раковиной прогоняет муравьев. А если насадить немного хозяйственного мыла на крючок, это будет прекрасной приманкой для сама, такого, как на этой картинке. Многие с детства привыкли к невзрачному коричневому куску мыла, которое было в каждом доме для стирки и отмывания грязи от чего угодно. Наши бабушки прекрасно знали о свойствах этого простого средства. Им мыли, стирали, умывались, мыли голову и лечились. И сейчас, несмотря на обилие различных видов мыла, моющих и чистящих средств, хозяйственное мыло не потеряло своей актуальности, как натуральное лекарственное и моющее средство. Во всех лечебниках народной медицины присутствуют рецепты лекарственных форм с применением мыла. И, естественно, мыло применяется только темное коричневое хозяйственное. Ну что ж, пора, наверное, перейти к конкретным рецептам. Если вы посарапались, не дай бог порезались, намыть больной участок хозяйственным мылом и пусть остается высыхать. Это ускорит заживление и никакая инфекция не проникнет. Если вы ушиблись, сразу смажьте больное место мылом. Это предупредит появление синяка и отечности. Хозяйственное мыло – отличное средство для снятия отека. Разведите мыло в воде и натрите место отека. Процедуру делайте несколько раз в день. Если вы вдруг обожглись, например, на кухне, сразу намажьте больное место хозяйственным мылом и пусть подсохнет. Покраснения и пузырьков в таком случае не будет. А вот пена хозяйственного мыла способна снять зуд от укусов насекомых и отпугивает комаров. При грибковых заболеваниях натрите ступни щеткой, намыленной мылом. Дайте подсохнуть и обработайте йодом. На протяжении недели с утра и вечером надо мыть ноги в холодной воде с хозяйственным мылом, и грибок исчезнет. Хозяйственное мыло убивает бактерии и грибки. Молочница вызывает жжение и зуд, дает неприятный запах, поэтому при ее появлении женщины стараются быстро решить проблему. Лечение молочницы хозяйственным мылом известно было давно, когда в аптеках еще не продавали огромное количество лекарств от этого заболевания. В наше время купить препараты от молочницы можно в любой аптеке, это не проблема. Сложность заключается лишь в том, что стоят они дорого, а нужный результат дают не всегда. Вряд ли кому-то хочется выбрасывать деньги на ветер. Хозяйственным мылом надо подмываться каждый день, а при молочнице еще нужно смазывать палец мыльной пеной и обрабатывать влагалище. От нарывов воспалительных процессов вам поможет следующий рецепт. Натертое хозяйственное мыло, натертый лук и сахар смешайте в равных количествах. Нанесите мазь и забинтуйте. К утру гноя не будет. От фурункулов, ожогов, нарывов смешайте взбитый белок с натертым мылом и нанесите на больное место. Когда высохнет, забинтуйте. Применяйте, пока не вылечитесь. Еще один рецепт поможет вам избавиться от угрей и прыщей. Приготовьте такой рецепт. Возьмите небольшой кусок мыла, налейте горячей воды и взбейте в пену. Добавьте чайную ложку соли и нанесите на лицо на 20 минут. Смойте теплой водой, потом прохладной водой. Делайте маску 3 раза в неделю, весь месяц. Еще хозяйственным мылом народные целители советуют умываться хотя бы дважды в неделю. А чтобы кожа выглядела всегда молодой, надо ее смазывать после умывания детским кремом. Полученный эффект от таких умываний будет лучше, чем от применения профессиональной дорогой косметики. Еще один способ очищения и омоложения кожи – это использование в парной березового виника, замоченного в растворе хозяйственного мыла. Эффект от таких процедур следующий. Кожа замечательно очищается и как бы светится изнутри. Хозяйственное мыло используется при воспалении проколотых ушей на мочь. Натереть мыло стружкой, добавить сок лука, смочить марлю и сделать компресс. Приложить его к уху. Вечером снять, желательно следующий день или два, смазывать ухо спиртом, пока все не пройдет. Многие практикуют лечение пяток хозяйственным мылом. Для того, чтобы избавиться от трещин, нужно натереть мылом чистые, слегка распаренные ноги и оставить до полного высыхания, а потом счистить мыло и роговевшую кожу специальной пилкой. Еще один рецепт от трещин и натоптыши с хозяйственным мылом. Налейте 2 литра воды, добавьте ложку натертого хозяйственного мыла и чайную ложку соды. После 15-минутной ванночки смажьте ноги кремом и наденьте хлопчатобумажные носки. Лучше делать такие ванночки на ночь. Многим известна проблема появления на пятке шпоры. Не то, чтобы это прямо шпора была, как у петуха, однако она довольно заметна и представляет собой выпуклость на пятке, мешающую носить обувь. Лечение шпоры хозяйственным мылом осуществляется таким образом. Мыло натирают на терке, добавляют немного растительного масла, измельченного чеснока и делают компрессы на ночь. Еще один рецепт при варикозе. Подготовьте 10 таблеток Аспиргина, 250 мл водки и хозяйственного мыла. Для приготовления лекарства измельчите таблетки, ацетилсоретиловой кислоты в порошок и растворите их в водке. Оставьте на 48 часов до настаивания. По истечении этого времени добавьте в настойку измельченное хозяйственное мыло и перемешайте до полного растворения. Полученное средство используют в качестве примочек на пораженные участки ног, где есть видимые изменения. Пользуйтесь таким средством до появления улучшения. Если вы простудились и у вас насморк, намочите тампон в мыльном растворе и обработайте носовые пазухи. Процедура, конечно, неисприятна, будет немного щипать, но зато эффективная. Это прекрасное средство профилактики гриппа и простуды. Настоящее хозяйственное мыло содержит животный жир, воду, жирные кислоты, цинковые белила, соли калия и натрия, канифоль и белую глину. Лечение насморка хозяйственным мылом состоит в промывании носовой полости мыльным раствором. На стакан теплой воды берут немного мыльной стружки, размешивают ее и промывают нос при помощи спринцов. Еще можно смазывать ноздри ватной палочкой, смоченной в этом растворе. Если вы страдаете запорами, рекомендуется сделать маленькую свечку из мыла и вставить в прямую кишку. Но не забывайте, что может быть и сильное раздражение и сжение. Когда геморроидальные узлы начинают кровоточить, необходимо провести антисептические и дезинфицирующие мероприятия. Для этого задний проход смазывается намыленным пальцем. Это, во-первых, обеззаразит прямую кишку, а во-вторых, облегчит процесс дефекации. Рамотное использование того, что находится у каждого под рукой, позволит никогда не пользоваться синтетическими лекарствами. Хозяйственное мыло – простое и знакомое нам с детства. Как незаслуженно забыто оно в эпоху изобилия средств бытовой химии. А зря. Хозяйственное мыло, в отличие от многих других, натуральное, гипоаллергенное, высокощелочное, а значит, хорошо удаляет грязь и обладает антибактериальным эффектом. Итак, возвращаем коричневые бруски в наш дом. Хозяйственное мыло подходит для мытья фруктов и овощей. Да-да, вы не ослышались. Магазинные дары природы часто подвергаются химической обработке, а мыло прекрасно справляется с этими загрязнениями и не приносит среда здоровью. Мылом можно смазывать порезы, небольшие ранки и царапины. Оно ускоряет заживление и снижает риск инфекции. Смочите ватный диск мылом, смажьте ссадину и оставьте на некоторое время. Избавиться от натоптышей и придать мягкость стопам вновь поможет хозяйственное мыло. Натрите столовую ложку мыла, приготовьте столько же соды. Разведите соду и мыло в двух литрах горячей воды. Ванночка для ног готова. Затеяли перестановку? Мыло вам в помощь. Чтобы передвинуть тяжелый шкаф или стол, намыльте крышку хозяйственным мылом, установите подмебельную ножку и двигайте все, что нужно с легкостью. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok